Весь мир это сплошная вертикаль. Удивляет окружающих, так приятно. Кто сказал, что люди не летают? В любом возрасте. Почему вертикальный снаряд им милее обычного паркета? Занятия для настоящих мужчин. Кто не боится высоко взлетать и больно падать? И синяки будут, и мозоли будут. И как белорусская, благодаря танцу на пилоне, попала в список самых талантливых людей Великобритании? Этому может научиться каждый. Смотрите прямо сейчас. Специальный репортаж агентства теленовостей в другой плоскости. Эту на первый взгляд хрупкую девушку зовут Валерия. Однако титул чемпионки открытого Кубка Беларуси по спорту и танцу на пилоне она получила, конечно же, не за женскую слабость. На майке хотели зломышленьки написать. Осторожно, злой инструктор. Но на самом деле ты добрая? Ну, на самом деле я строгая. Впрочем, и не за эти качества ей достались и кубок, и почетное звание. Сила, выносливость, грация – вот что ценят и профессионалы, и зрители. Как сочетается все это на трехметровой высоте, Лера демонстрирует нашей съемочной группе. И как хорошему танцору передатчик микрофона на поясе ей совсем не мешает. В просторном танцевальном зале восемь таких снарядов, пилонов или, если проще, шестов. И, соответственно, восемь человек, которые хотят научиться тому же. Большие молодцы. Они мало того, что они сильные физически, становятся еще сильнее, они волевые очень. И они, наверное, где-то бесстрашные. Даже те, кто боятся, все равно они бесстрашные. Этот вид танца обывателю не стоит называть стрейпластикой. Хотя на первый взгляд похоже, потому что шест в первую очередь вызывает стойкую ассоциацию с ночными клубами. Иначе, шутят девушки, можно легко узнать, как сильно подкачиваются бицепсы уже после полугода занятий танцем на пилоне. Он силовой, он гибкий, он динамичный и подразумевает работу, наверное, всех-всех групп мышц. Как и в любом виде спорта, красота, грация и легкость достигаются путем набивания синяков и шишек. Растяжение связок и суставов – вечные спутники полданса. Не исключены и элементарные падения. Обычный прогиб в пояснице назад. Но даже не столько страшно упасть вниз на пол, удариться, как страшно удариться в пилон, например, при падении головой или ухом. Очень больно биться ухом. Большое внимание – растяжки. Отдельно тянут шпагаты, прогиб спины и складку. На растяжке меня называют еще инквизитором. Испанская инквизиция. Но на самом деле я не рву никого и не тяну насильно. Кто хочет, того тянет. По сути, без этого никуда. Потому что полданс вобрал в себя многое спортивной и художественной гимнастики. Отличия лишь в вертикальном хвате. Вертикальный хват, он имеет особенность. Это все-таки не хват на турнике. Кисть расположена по-другому. Нагрузка на кисть другая. И, соответственно, хват для пилона можно натренировать. Лучше всего тренировать только на пилоне. И все же, несмотря на сложности, девушки регулярно приходят на тренировки. С каждым днем желающих освоить этот спорт становится все больше. И с каждым новым освоенным элементом желание заниматься только возрастает. Вот этот кайф от того, что ты делал, не просто сделал поиск как угодно на палке, а сделал такой элемент красивый, в таком ракурсе, и все дотянул здорово. И в таком полете ты чувствуешь себя не человеком, а просто супергероем каким-то. Вот у тебя появились сверхспособности, и у тебя супертело, которое может сделать все. Это можно было бы принять за обычную пробежку на свежем воздухе для поднятия настроения и мышечного тонуса. Однако через несколько секунд они оккупируют турники и прочие вертикальные снаряды. Я знаю многих своих учеников, которые как раз и говорят, боже, когда я прохожу по улице, я вижу этот знак, просто знак у дороги, на который просто хочется повторить элементы, которые я сегодня сделала. И если при виде обычного дорожного знака свое желание приходится побороть, то турники просто созданы для дополнительных занятий пол-дансом. Любому желающему, прямо не отходя от турника, эти девушки готовы объяснить разницу между пол-дансом и стриптизом. Менталитет, да, привык к тому, что все-таки палка железная, и девушка рядом – это стриптиз. Мы работаем на акробатику. Совместить приятное с полезным – основная задача таких тренировок. Прохожие, безусловно, наблюдают с интересом за происходящим. И, возможно, говорят наши героини, благодаря таким вылазкам из зала на улицу в наших рядах станет больше. Это уже и все чемпионаты, и соревнования, которые проходят, нацелены на популяризацию. Поэтому даже сегодняшний выход, он не подтвержден какими-то материальными вещами. Мы просто это делаем с удовольствием. Просто хотим и работаем над собой. Ну, подрастешь и научишься. Шестилетняя Маша уже на протяжении часа с интересом наблюдает за происходящим. И кое-что пытается повторить самостоятельно. Тебе понравилось то, что девочки делают? Да. А что тебе больше всего понравилось? Как они переворачиваются. Такой интерес к любимому занятию не оставляет равнодушной профессионального инструктора Галину. А потому Маша тут же получает свой первый в жизни урок пол-данса. Толкайся и выпрямляй сильно-сильно эту ручку. Толкай твои лопатки. Довольно сложный для неподготовленного человека элемент удается первокласснице на удивление легко. Теперь толкайся сильно и выпрямляй вот эту ручку. Вот так ей. Вот, хорошо. Такие тренировки, кстати, отличный стимул не только для случайных прохожих, но и для новичков. Чтобы руки не опускались, танцорам тоже нужно вдохновение. Когда ты ничего не умеешь, и когда тебя никто не поддерживает из тех, кто уже что-то умеет, конечно, опускаются руки. То есть вы поддерживаете над новичков? Конечно, да. И ни в коем случае мы над ними не смеемся, потому что каждый помнит, глядя на них себя, какие все мы пришли, чего это стоит. Объединенный общим хобби, несколько необычных и непривычных для обывателя, эти девушки не без гордости говорят. Я прихожу как в семью. Самая большая проблема, с которой сталкиваются пол-дансеры по всему миру – скептицизм. Мол, как могут быть спор и шест вообще связаны между собой? Ну, сходит с ума девочка, сходит каждый по-своему. Корреспондент агентства теленовостей Александр Хоровец за плечами имеет университет физкультуры. А потому что такое спорт, знает не понаслышке. Именно поэтому мы попросили Александра принять участие в небольшом эксперименте. Посетить полуторачасовое занятие и дать свою профессиональную оценку пол-дансу. Александр согласился и с журналистской прямотой признался почему. По правде? Ну, в первую очередь посмотреть, наверное, на девчонок. А посмотрите, правда, есть на что. Блондинки, брюнетки, шатенки и все одеты в короткие шорты. Глаза разбегаются. Впрочем, инструктор Валерия, чтобы не нарушать чистоту эксперимента, тут же начинает разминку. Тем более, что без этого к работе с пилоном Александра элементарно не допустят. Разминка позволяет корреспонденту агентства теленовостей взбодриться, даже слегка вспотеть и сделать первые выводы. Нужно делать обязательно какую-то разминку. Это у меня питалась кровь вместе, наверное, с пятью годами университета физкультуры. Далее по плану – упражнения на подкачку определенных групп мышц. Здесь уже нагрузки посерьезнее. И это хорошо видно по лицу корреспондента агентства теленовостей. В законном режиме мы с университетом работаем. Хорошо. Тяжело, хорошо. Далее занятие непосредственно на пилоне. Краткая техника безопасности для новичка, чтобы эксперимент не закончился падением. Протираем, когда надо, пилон. Почаще можно. И чтобы, если потеешь сильно, не скользить магнезией пользуемся. Несмотря на спортивное прошлое и настоящее, многое удается не с первого раза. Привыкнуть к новому хвату, справиться со скольжением рук, да и просто выдержать темп, оказывается, совсем не так просто. Я смотрю, еще ценных полчаса. Это для меня много. Мне сложно, не знаю, выполнили его. За полчаса осилить. Довольно сложные силовые элементы и правда начинают получаться. Впрочем, без жертв не обходятся и Александр демонстрирует свой первый боевой синяк. Под конец Саше предлагают осилить стойку на руках. Вот отсюда. Снимаем ноги с пилона. Победить этот трюк не удается. Впрочем, с первого раза, как правило, в полдансе ничего не получается. Иногда даже и не с десятого. Впрочем, у Саши есть все шансы победить этот элемент. Реально лошадиный труд. Так как я здесь потел, для этого мне нужно в спортзале провести, не знаю, 3-4 часа. То же самое на волейбольной площадке, как я здесь за 10 минут потел. Это очень сложно. Весь скептицизм куда-то улетучился. Зато появился спортивный интерес. Это классно, это здорово, это имеет право на жизнь. Но я все-таки, наверное, больше в спортзал пойду. Или в волейбол попрыгаю с ребятами. Буквально через несколько секунд она услышит самые желанные слова для каждого участника этого телешоу. Девушка с непривычным для британского уха именем Олеся три года назад покорила телезрителей и жюри самого талантливого шоу в Великобритании. И, в общем-то, по какой-то причине они выбрали мой танец на шесте. И, как они уже сказали, что до этого момента мы ничего не видели похожего. Спустя год об Олесе заговорил весь мир, потому что она взяла первенство на чемпионате мира по полдансу, оставив позади конкуренток из нескольких десятков стран. Сейчас Олеся живет в Майами, получает медицинское образование, но, несмотря на плотный график и семичасовую разницу во времени, нам удалось взять у чемпионки эксклюзивное интервью. Не просто пришел и сделал акробатику на шесте. То есть это должно быть шоу. Главные зрители и поклонники – это любимая семья. Дочь и муж гордятся своей знаменитой мамой. И хотя, глядя на нее со стороны, переживают, но всячески поддерживают. Тем более, что поводов для ревности нет никаких. Всегда отметим какие-то танцы, где надо раздеваться, чтобы я, наоборот, не одеваюсь. Чтобы не было вопросов. Очень много на мне всяких разных аксессуаров, чтобы не возникало вопроса, когда же это все, она себя это смеет. И никогда. Своих друзей, знакомых и даже незнакомых, кто решил заняться полдансом, чемпионка всячески подбадривает. Полданс все-таки дает начало к чему-то такому, к чему, возможно, и не думали бы. Врач спортивной медицины Сергей Корначенко про полданс, конечно же, знает. Впрочем, особо в предмет не углублялся, поскольку его специализация – хоккей. И все же специалист с удовольствием согласился разложить этот спорт, как говорится, по косточкам. Этот спорт больше относится к сложно-координационным. То есть развитие координации идет и силовой. Опытный глаз профессионала сразу же замечает сходство со спортивной и художественной гимнастикой. Впрочем, по травмоопасности, по мнению Сергея Геннадьевича, полданс, пожалуй, уступит прародителям. Используются нестандартные поддержки, подкрутки, зажимы. То есть за счет этого, по идее, будет меньше травматизма. Среди нюансов врач отмечает прекрасную растяжку и гибкость спортсменов. И предупреждает, у профессионалов спина, например, может стать слабым местом. А вот любители могут спать спокойно. Полданс – это отличная профилактика остеохондроза. Позвоночник питает за счет подвиженности. Есть подвиженность, есть питание позвоночника. Желающим заняться полдансом врач чуть позже даст банальный, но тем не менее, самый важный совет – пройти предварительный медосмотр. Особенно с учетом того, что обычно этим начинают заниматься в очень зрелом для спорта возрасте. Для поднятия настроения, духа, развития пластики. Думаю, замечательный вид спорта. Возможно, классическая хореография так и осталась бы его первой и единственной любовью. Но сегодня место в его сердце классику уверенно теснит танец на пелоне. Талантливого мальчика заметила преподаватель. Ольга Репина. В то время она и сама осваивала искусство вертикального танца. И хотела собрать именно мужскую группу. А потому Никита – один из первых получил приглашение заняться танцем на пелоне. Позже сформировалась остальная группа. Впрочем, пока что парней в этом виде спорта катастрофически мало. Переубедить их в том, что танец у шеста – это в первую очередь физически тяжелое занятие – очень сложно. Но невозможно. Просто начали сразу работать, начали делать какие-то трюковые элементы, начали ставить номера и, в общем-то, и все. И Леша немножко у нас скептически так относился. Что-то он как-то так, не знаю, не знаю, надо ли это, не надо. Ну, все, потом втянулся и все, не работает. А вот и скептик Леша. В прошлом профессиональный спортивный гимнаст сегодня с удовольствием променял брусья и турники на один вертикальный пилон. Если правильно заниматься, то это занятие для настоящих мужчин. Мужской полданс мало похож на женский. Меньше пластики, больше силовых элементов. И еще мужчинам сложнее. Как правило, парни работают полностью одетыми. А это весьма сильно ухудшает сцепление с пилоном. А значит, шансов упасть гораздо больше. Как-то выкручивают. В основном мужчины приходят по двум причинам. Кто-то просто хочет держать себя в тонусе, ведь грамотное занятие на пилоне под присмотром инструктора – отличная альтернатива классическим турникам. А кто-то выбирает путь профессионального танцора. Если человек имеет желание, есть цель, он занимается, работает над собой, у него все получится. В мире активно проводят всевозможные чемпионаты, состязания, кубки. И с каждым годом уровень мастерства спортсменов растет. В последнее время все чаще звучат разговоры о том, чтобы включить этот вид спорта в олимпийскую программу. Она может, наверное, быть как подвид спортивной гимнастики со снарядом. В принципе, отличается, я думаю, ничем. Но даже если в ближайшие годы герои этого спецрепортажа на Олимпиаду не попадут, плюсов занятий улданцев все равно не хватает. Уже через месяц вы даже готовите дома на носочках, потому что я такие знаю, ногу на кухне, на столе, и вот так кашеварят. Это мне рассказывают сами студенты, потому что хочется всегда так выглядеть. Подтягиваешься. Просто приятно, просто красиво плечи. Назад ты раскрываешься, и как-то становишься свободнее в движениях и увереннее. Эти люди не обращают внимания на косые взгляды и перешептывания. Они просто живут, радуются и танкуют в другой плоскости.